Так, мы с директором не поговорим. Нам хотелось бы на память снять. Вы у нас снимали, мы у вас здесь слили. Это не на один день. Тем более у меня, с вашего разрешения, мы же о плохом не говорим, ресурсы огромные. У меня посещаемость на моем той коробике 56 миллионов. Поговорите, Сергей Александрович, как бы встретиться нам и поговорить, тем более. Хорошо, хорошо. Так мы совсем пришли, готовы сейчас снимать сразу. Давайте я спрошу, вы договорились о мне. Да вы сейчас найдете, нам идти сюда пешком. Мы без машины идем. Мы тут не готовы. Поговорите. Ее сейчас нету. Ее нету. А когда она будет? Даже не скажу. Не скажу. Как же будете? Я с ней связываюсь только по телефону пока что. На подъезде, по машинке. Так, мы перейдем с подарками. Давай, Валя, сюда. Я вытащу. Подарки наши, конечно, другого порядка. Все через вас это я хочу сделать. Никому не дай. Передадим. Значит, вот это вот журналы сами найдете. Очень духовные. Не мы издаем, но единодушие почти во всем, хотя я сам не прочитал такого. Дальше. Вот такая книга есть, нет? Да. Так, у Елены Александровны надо узнать, если нет. Ну, давайте спрошу, когда будут звонить. Спросите или покажете. Я сейчас оставлю. Угу. Хорошо. Так, вот эту положите, чтобы она была. Угу. И далее. Вот это вот новое издание пришло. Оно хорошо тем, что на корочке по благословению патриарха Кирилла. Угу. Четыре Евангелия крупным шрифтом. Вот вы принесли сколько? 16 штук, кажется. Раздайте сотрудникам. Спасибо, раздадим. Ну, знаете, мы не знаем, в чем вас отблагодарить. Настолько вы для нас столько лет. А вы наши примите. Календари, блокноты. Это календари. И это? С сюжетами в Потеряевке, где мы снимались. Понятно. Это календари, это? Это блокноты, ручки. Вот все. Канцелярия вам нужна. Понятно. А которые снимали, те люди где? Нельзя у них те снимки взять, которые заблокировали. Как бы отец не разрешил сына там. А он снятый был многократно. Максимка. А мы же их не печатали. Мы раз не разрешили, мы не печатали. Ну, у него где-то на это кто снимал. Можем ему позвонить, чтобы как-то встретиться и снимки эти у него получить? Или на меня бы он скинул? А, ну давайте я спрошу. Потому что мы же как не разрешили, мы никуда снимки эти не пошли. Ну, понятно. Они к нам приедут опять, и это было бы интересно. Отец неверующий, мне спрашивать нечего. Бабка согласна, и мать согласна. А отец что-то... Ну, мы, по-моему, даже их удалили, если прошу. Мы прошибите самым простым, легким путем. Донесете? Я сейчас дам данные. И вы тоже их кому-то сможете. Спасибо за участие в съемке календарей. Мы вам благодарны, как я знаю, там сейчас их подать. Помочь? А вы хотели к нам по офису пройтись, что, поговорить с сотрудниками? Да, вот как бы, если можно было даже собрать, и мы бы побеседовали, ответили на вопросы. Тем более, я много лет приду занятий, а то людям раздать. И вот это вот еще доложил. Которые объявили фотографии, им дать данные по этому. Мне, когда будут звонить, первые слова должны сказать. Это мельник, иначе у меня не принимается. Ладно, ладно. Поэтому, если даже были какие-то сообщения, то их уже я не получаю. Итак, как мы сделаем так? Можно своими руками раздать. Да и мы раздадим сейчас. Раздадите. Кто в отъезде, кто где. У вас сотрудников-то много? Ну, человек 20. А нельзя ли было с ними встретиться, побеседовать? Ну, давайте, я спрошу, Ольга Александровна. Там, может, соберу как-то в нормальное время для всех. И вы-то на меня позвольте. Только первые слова говорите. Звонит мельник? Хорошо. Все. Ну, спаси Христос. Все, у вас тоже. Вот это за ручки. Придется так убрать. И все, и пакет, я думаю, нанесете. Нанесем. За ручки, Володя, там еще полегче возьму. Туда же это особенно. Посмотрите календарь. А вы знаете, как это началось с чего? У нее знакомый, сейчас я не знаю, кто из Кривошейн или что-то такое. Криворотов, какой-то такой вот, Владимир Иванович. Кривоносов? Нет. Фамилия такая, как Криворотов, что-то вот такое вот. И мы сидели в приемной Пальталера, ликеро-водочный завод. Когда мне зайти туда, а он, Владимир Иванович, оказался там же. И оба оказались голубятники, но они не знают, что у меня голуби. И вот один говорит, да, я привез из Казнодара голуби хорошие парочку. Видимо, дорого заплатил. А голубь улетел. Я не выдержал, говорю, какой он с тебя там? Да какой он, немножко меньший размер, но коричневый. Я говорю, а когда он? Я думаю, узнает. Три дня назад. Я говорю, мне три дня назад голубь такой прилетел. И уже жалился на голубке. Он из... Да я тебе разных пород дам, но только покажи мне. Я показал, ну... Я говорю, я дам, но только берегите. Раз он улетел один раз, это мужчина с жене хоть раз изменяет, он на другой раз изменит. Им верить нельзя уже, как Лев Толстой говорит. Определенно. Ну и взял он. А сидит, пищальная такая. Я два проходят, он явился. И вот у них клюв, и как он ее целует, и как она. Он звонит, улетел у меня. Я говорю, так он опять здесь. Я говорю, я обе слезы не могу на него смотреть. Он приехал, посмотрел. А у него сыновья большие тут. Принезли голубей мне разных. Я говорю, знаете, еще раз, если улететь, даже не приезжайте, не дам. Я опять отдал его. Теперь не знаю, как там. Вот голубь, это целая история. Если любит человек. И мы когда познакомились, а у него знакомая, тогда был, кажется, Шершнев, директор. Да, был Шершнев, директор. Он даже был, я решил однажды воспользоваться, попутно сказать. Кому-то они спонсировали, видимо, по звернопунктам, квартиры получать. И денег сейчас не отдают назад. А он меня знает. Я, говорит, решил вас туда послать. Вы их растеребите, они отдадут деньги. Я говорю, а как? Ну а судя Божьим, скажете ему. Я говорю, нет, не получится. Тут я не угоден вам. Ну, конечно, так. У него шансов никакие было вернуть деньги. Я говорю, зачем задавали таким? А уже дальше мы познакомились ближе. Вот теперь уже с Сильной Александровной. Вот сколько лет. Я заранее вам скажу, у нас ложь, смертный грех. Что я говорю, чтобы у вас даже порошинки не было сомнений. Поэтому иногда у нас остается что-то. Я в деревне раздаю, больше ничего нет. И себе берем обслугу, мы зимой из этого питаемся еще. Поэтому мука, мы же берем не какие-то там пряники. Это все остальное у нас. Когда приехали из Украины, тут беженцы были. И мы туда, я скажу, мешков отдали. Здравствуйте. Миру. Всякие там еще гречки, все было. Так что все это, о котором у нас просфор пишет, она каждый день молится за Елену. Мука чистая, а просфор это церковные такие. Мы знаем, да. Ну вот так. Молодцы. Ну все, тогда Настаса Анна вряд ли. Спасибо, Стос. Это вылья. Это я вам, Елена, с вами. Да, через Елена Александровна. Надо узнать о встрече со всеми и снять. И второе, найти этих фотографов, и чтобы он был сцены на фотографии. Потому что я в моем мире выставляю, у меня 24 тысячи фотографий. А это наша деревня, у меня это. Да и качество-то это не наше, которое видно, что с аппаратурой было. Ну не видели мы, знаем, что, наверное, получилось. Долгария. Хорошая? Ну не нравится. Вы особенно получились. А, Елена Александровна одобрила? Да, одобрила. Конечно, все ее одобрение. Ну приятно слышать. Ну пошли. Такие натуральные, живые кадры. Хорошо. Это Владимир Александрович. Да, я знаю. Давайте вот. Ну а остальное все, мы тут рядом. Пошли мы. Ну все. Ползунова 6 живем. Вот, к слову сказать, Ползунова 6, это не просто квартира. Она одна, она всю страну такая. И все. Почему? За слово Божие, я издатель, меня сажали. Я первой стране насчитал архипелагулах Солженицына. Мастунской теме мировому правительству отдал 14 лет. Более полного материала нигде не было. Ну и власть не выдержала. Меня два раза не сажали. А полная потом реабилитация, политзакрещенный. Там не было, было. Все руки выключены. Все только не было. Я живой остался. Ни одной таблетки не съел за 81 год. И ни дома это не сказал. И сохранились прекрасные отношения и с КГБ, которые садились с прокуратурой. Они мои книги приезжали. Это Бог так делает. И когда я в суд подал, меня же конфисковали огромная фонотека, считается самая большая фонотека в мире. Я переводы с разных языков делал. И по государственным размерам расценка была 11 миллиардов стоимость. Всеми недоминированными деньгами. 11 лет шел в суд, я его выиграл. А у них денег нет. И даже судебного исполнителя, женщина, какая-то Пищушкина или кто-то, она за это дело взялась, пришла к Баварину и говорит, арисовывай все счета. В Арнавии ни один бюджетник не получит, пока сладкий наградательный тихо, чем не рассчитайтесь. И со мной заговорили. А у меня близкие отношения были с Бавариным, паркуролог края, все собрались вместе. Ну как рассчитать их? Нам нужна недвижимость. В одном-то мы церковь сделали, а здесь. Ну и приехал Баварин, тут все цифрографировали, большая статья в газете, все мировое соглашение. Я говорю, чтобы каторжник, мэр города, входящий в десятку лучших мэров, приезжал и отдавал 13 соток и два здания. Этого нигде не было. Понимаете, это целая история во всем. Ну что? Есть что рассказать? Ну давайте. Ну так это не так. Наряжайтесь. Давайте, давайте. Ну, наверное, камеру можно убрать, да? Да. Так, я вот задержал, маленький. Ну, с Богом, это звонка. Сюда звонка, да. Пойдем. Сейчас я вам открою. Не туда, не туда. А, вот сюда. Вот сюда. Все, всего доброго. Все, оставайтесь с Богом. До свидания. Так, а тут куда? Прямо, прямо, прямо.